Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 11 января. Память преподобного Михаила Клопского. В 15 верстах от Великого Новгорода на берегу реки Варяжа. Находился монастырь, именуемый Клопским. И в нем храм во имя Живоначальной Троицы. В прежние годы монастырь этот мало кому был известен. Впоследствии же получил широкую славу благодаря чудесам Святого Михаила. В обители этой игуменом был Феодосий, муж добродетельный. При нем и пришел в Клопский монастырь Блаженный Михаил. Осталось доселе неизвестным, откуда пришел в обитель Святой Михаил и кто были его родители. Событие это совершилось летом, в то время, когда вся братья была наутренне. На девятой песне канона Ермонах, совершавший божественную службу, окодил в храм и пошел покодить в своей келье, которая находилась около храма, нашедшей келью открытой, между тем, как он ее запер, уходя в храм. Ермонах вошел в нее и увидел сидящего человека в иноческой одежде. Перед ним горела свеча, и он переписывал книгу «Деяния святых апостолов». Возвратившись в храм, Ермонах сказал о виденном игумену и братья. Те по окончании богослужения пошли в келье и нашли ее запертой изнутри. Игумен сотворил молитву, но ответного возгласа из кельи не последовало. Вначале стучать в дверь, но она оставалась запертой. Тогда игумен приказал разобрать крышу над стенями. Войдя в них, нашли запертой внутреннюю дверь. Когда по приказанию игумена она была взломана, и все вошли в келье, то нашли там старца, который сидел и писал. Настоятель спросил его, скажи мне, человек, человек ты или дух? Старец повторил слова игумена. Игумен сотворил молитву. Старец произнес те же молитвенные слова, что и игумен. Тогда настоятель стал осенять пришельца крестным знамением и окождать ладаном. Старец же уклонился от кождения и вел себя, как юродивый. Вместе с братьями святой Михаил вошел в храм к литургии, во время которой пел на клиросе с монастырскими тевцами. Игумен поручил ему прочесть апостол, и все были до глубины души утешены красотой и вдохновенности его чтения. По выходе из трапезы, на которой святой исполнял положенное чтение, игумен ввел преподобного Михаила в назначенную ему для жительства келью. И с того времени блаженный остался в монастыре же в начальной троице, неся послушание чтеца в храме и на трапезе. И великое сердечное умиление испытывали все, слушавшие его чтение. Игумен не братья не могли узнать, однако, имени новоприбывшего брата, откуда он пришел и каково его происхождение. Однажды посетил клопскую обитель князь Константин Дмитриевич. Услышав во время трапезы чтения святого Михаила, князь подошел к нему близко, узнал его и сказал, «Это Михаил, сын Максимов». Преподобный ответствовал на это, «А один, создавший меня, знает, кто я». Тогда игумен заметил, «Сын мой, отчего ты не скажешь своего имени?» И святой подтвердил, что имя его Михаил. Он происходил из боярского рода. Во время жития своего в клопской обители преподобный Михаил вкушал только хлеб и воду, притом один раз в неделю и в малом количестве. Когда после великих молитвенных подвигов святой испытывал утомление, то отдыхал лежа прямо на земле. В теле у него не было никакого имущества, ни одежды, кроме той, которая покрывала его тело. Нет возможности рассказывать о тех великих трудах, которые подъял преподобный Христа ради. От подвигов и воздержаний тело его уподобилось как бы тени. В то время в Великом Новгороде и его окрестностях была засуха, продолжавшаяся три года. Пересохли не только ручьи, но и реки. Тогда по молитвам преподобного Михаила близ монастыря произошло сотрясение земли и стал бить обильной водой ключ, который доселе служит на потребы и братья, и пришлым людям. Однажды блаженный Михаил был в Вяжетском монастыре. Вдруг он неожиданно очутился на колокольне и стал звонить во все колокола. На вопросы народа, что это значит, блаженный Еродство отвечал, ныне в Москве радость и прибавил, что у великого князя родился сын Иван, который будет грозой для соседей, завладеет Новгородом, изменит его обычаи, отберет у них золото и совсем покорит свои власти. Действительно, 22 января 1440 года родился князь Иван Васильевич, покоривший Новгород в 1471 году. Новгород был окончательно присоединен к московскому государству в 1480 году. После засухи настал в той области голод, во время которого толпы бедных стали приходить в обитель за кусками хлеба. Игумен, опасаясь оскудения запасов, не знал, что делать. Но преподобный Михаил, указав на то, что Господь напитал семью хлебами четыре тысячи человек, уговорил игумена кормить всех голодных. Когда же братья возрабцали на то, то преподобный повел их с игуменом в хлебный амбар. И те с изумлением увидели, что запасы хлеба по молитвам святого не уменьшились. Много пророчествовал преподобный Михаил о взятии великого Новгорода и сотворив во имя Христова многие чудеса, мирно почила Господи. Прожив 44 года и представился в 1452 году. Честное и многострадальное его тело предано было игуменам с братьями по гребению в монастыре Живоначальной Троицы. Где подвязался преподобный Михаил. И положено в правой стороне соборного храма. Здесь почивает оно и до наших дней, источая многоразличные исцеления с верой притекающим. Во славу Христа Бога нашего. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь. Будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова